Концерт в честь милых дам. Зал Дворца спорта «Триумф» наполнился атмосферой, которую так долго ждали зрители. Впервые после снятия ограничений там прошло праздничное мероприятие. За выступлениями артистов и эмоциями в новом месте торжества следила наша съемочная группа. Этот праздник, ну как, олицетворяет нас, женщин, красивых, любимых, тружениц. А еще он олицетворяет наступление весны. Женский праздник приходит, когда все вокруг оживает и расцветает. Даже сцена, которая долгое время пустовала. О большом вкладе женщин в развитие городского округа Люберцы можно говорить бесконечно. Именно они составляют основной костяк систем здравоохранения и образования. Представительницы прекрасного пола несут службу в правоохранительных органах, занимают высокие должности в различных структурах. Если есть успешный мужчина, если получается что-то, то я вам гарантирую, рядом заместители женщины. Потому что женщины свойства – это ответственность. Накануне Международного женского дня особой наградой отметили депутата Государственной думы Лидию Антонову. За большой вклад в развитие Люберец она удостоена звания «Почетный гражданин городского округа Люберцы». Я, в общем, очень тронута тем, что вы такое решение приняли. И оно, конечно, относится ко многим людям, с которыми я работала здесь, в Люберцах, и вообще в Подмосковье. Это наша большая-большая команда. Поздравления в адрес женщин прозвучали от представителей региональной власти. К жительницам Люберец обратился депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Дорогие девочки, девушки, бабушки, поздравляю вас с этим замечательным весенним женским праздником. Вы – наша опора, а мы – ваша опора. Вы должны быть вместе, любить друг друга, ценить их. В этом году, 8 марта, отмечается не только женский праздник, но и наступление Масленичной недели. Есть двойной повод для радости и для поздравлений. Пожелания в этот праздничный вечер выразили и творческие коллективы. Люберчанок поздравили лучшие артисты округа. А главным музыкальным подарком стало выступление эстрадного певца и композитора Авраама Руссо.